Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3764. Как у вас помогает человеку освободиться от курения табака или наркотиков? Вопрос на тему «Грех». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У нас такого понятия нет, чтобы помочь освободиться. В этом деле сам человек себя определяет, хочет ли он быть Господом. При раскаянии человека Бог снимает с него прежнюю одежду и сжигает ее, как при возвращении блудного сына. Салфирь 87. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В кавычке закрыты. У нас есть срок оглашения от трех до пяти лет. И в этой стадии человек сам решает, быть Господом или со своими пороками. Вот какую объяснительную написала одна женщина, которой разрешили посещать нашу общину. Сын ее был несколько раз в лагере. Он хороший, рослый, спокойный. Когда выявилось, что она курит, то ей предложили бросить это занятие, или же продолжать курить. А когда бросит, тогда через три года она объявит о своем желании быть в общине в числе оглашенных. Кавычки открыты. Прежде всего я прошу прощения у всех братьев и сестер за то, что оскверняла своим присутствием храм Божий. Все это время я надеялась, что смогу совсем бросить курить. Рассчитывала, что в период Великого Поста искореню из себя эту пакост молитвой и постом. Не получилось. Этому свидетели Лена и сын мой Митя не разно услышала от меня, что ненавижу я этот свой грех и вообще все сигареты на свете. Но получалось, что я вела себя, как тот пес, который каждый раз возвращается на свою бревотину. По этой причине не написала до сих пор заявление о крещении. По этой же причине не подошла к епископу Евтихию на еле о помазании. Недавно я решила, что надо поставить себя в условия, когда не будет возможности курить. Совсем не будет доступа к сигаретам хотя бы на несколько дней. Первые два-три дня самые сложные. Их легче провести с верующими людьми, с молитвой, полагаясь на Божью помощь. И если поехать на пассивную, потеряю вку, это будет самая лучшая возможность. Штаны я сразу выбросила. Через три дня мне запрещают не только ехать в потеряевку, но даже ходить на занятия. Я с ужасом шарахаюсь от сквернословия. Очень большая моя ошибка в том, что за советом я не подошла к Игнатию Тихоновичу. Не хватило смелости признаться в такой пакости. Боялась потерять контакт с общиной, где мне действительно очень интересно и хорошо, куда я пришла сознательно, разобравшись сначала, куда и зачем иду. Еще я боялась получить запрет ехать в потеряевку, услышать ответ, что эта деревня не клиника для наркологических зависимых. Эту поездку я считала последней своей возможностью. Получается, что не могу я сразу понять, когда именно время молчать, а когда говорить. Проявила решимость, попросилась положить, попросилась пожить некоторое время при монастыре в Кислуке, уже не скрывая своей цели. Там также нет доступа к сигаретам. Тоже нужно копать в огороде. Очень надеюсь, что Господь освободит меня от этой зависимости. Надеюсь, к вам вернуться 24 апреля 2007 года. Калинина Наталья. Кавычки закрыты. Исайя 1, 18. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Когда Христос явился вновь на роду, в волнении предстал ему один, и молвен он. Беснуется мой сын, бросался он не раз в огонь и в воду. Спаси его, Христос, и исцели. К ученикам твоим его вели, но те спасти его не в силах были. Недуг его остался в прежней силе. И поднял он печальный взор, где грудь светилась и укор, и молвил, рот ожесточенный, «Да коль терпеть я буду вас!» И повелел приветствовать час к себе он от рака больного. И произнес одно лишь слово, «Изыди бес!» И вышел тот, росло и крепло Божье слово. Ольга Чумина